Земля цвета Не кочегары мы, не платники, мы маляры, а не садоводы. И Настя наступил. Смотрите, я выбрал фотографию с детишками. За что? За что? Посмотрите, что делают. За что деревья? Это что, побелка? Они, не скрываясь, пишут на банках «краска для побелки деревьев». Это называется «деревья защищают». Посмотрите, почему? Вы видите, это было божеское создание. Пока не отрезали половину веток. Самых нижних. До достаточно большой высоте они были. Заметьте, это не один, это все таки. На всех. Зачем вы их отрезали? Половину урожая тютю. Скорость нарастания урожая в начале нижней ветки плодной, потом уже верхней. Еще сколько потеряли в будущем яблок? А самое смешное, смертельное, что… А это должно быть вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Почему? Если ты… Так хочется матом. Если ты, вот, искалечил дерево, и теперь оно больно, несчастное, теперь в нем будет… Посмотрите еще, видите, еще выше отрезано. Отрезано, отрезано. Видите? Вот отрезано, вот, 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 вот. И главное, вот эти вот отрезали. А зачем вы их берили? Ведь теперь… Ой, ой, ой. Ведь вы их берили, чтобы не было ран. Побелка, покраска, она опасная, она болезненная, она даже смертельная во многих случаях. Причем, чем дерево моложе, тем смертельнее. Только старое дерево еще могут его выдерживать. Они лопаются кора, и они продолжают дышать там, где уже трещины появляются. Ну, это у старых, а этих еще не скоро трещины появятся. И вот известно, кругом раны понаделаны. Раны небрежные, дурацкие, всякие разные просто. И ведь это предъявлено как учеба. Ну, уже сумма этих ран, уже сколько от морозобоя не спасали, а уже дерево искалечено. Теперь он на нем будет уже, учитывая, что еще и тут, и тут коллега, и тут еще раны, еще не видно, где раны. Это теперь все будет болеть, покрываться уже, вот теперь уже точно будет морозобойными. Это как дверь с выбитыми стеклами, стекло выбито, 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 выбито. Теперь-то после этого его действительно опрыскивать-то придется. Ну, посмотрите. А это зима. Как зимой дерево может греться от зимнего, хоть какого-нибудь солнышка. Вы знаете, что зимой это, вот, вы в машине зимой сидите, греетесь, выйдете из машины, мороз. Сели в машину, а ну, вы не заводили. А машине тепло. А почему? А через стекло солнечные лучи проходят и нагревают по этому. Здесь-то какого хрена не дают нагревать стволы-то? Чем думали? Чем они ее спасают-то? Спасли называется, видели? Вот для чего школьный учебник нужен. Потому что после этого над такими дети смеяться будут. А когда-то вырастут, и у нас наконец-то сады-то появятся. Вместо этой дури. Ну, зима, мороз. Что, делать было нечего, что ли? На высоту два метра все покрасить. Мелкие эти покрасить. Они же не дышат ничего. Ну, 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 что? Вот нахрена ты? Знаете почему? Чтобы не материться, я написал. Идиотус. Я придумал научное слово. Идиотус садовый. Ведь умудрился отпилить. Умудрился не замазать рану. Хотя он не поможет. Все равно мороз проникнет. Зачем дерево берешь? Идиотус. Как не перейти на нормальный режим? И вот я открываю. А где же на мне книга-то эта? Ой, господи, поверьте, что это, что она мне живьем? Вот эта же книга. О, вот-вот-вот-вот-вот. Вот в ней же, в ней же. Смотрим сюда. Вот. Я специально не учу. У меня есть свойство. Знаете, как есть такое? Как угадывать судьбу? Хотите научу? Это не я придумал. Вы пойдите, выбьете самую толстую книгу, откройте на любой странице. И почитайте. Там ваша судьба. Все, где хотите, открывайте. А у меня, чтобы поверить в это, достаточно было взять и открыть эту же книгу. Так, показать ее, что ли? Пусть не поверите, что я вообще это не придумал. И ниоткуда ты взял в 19 веке. А вы считаете пока. Зону, 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 глаза. Ах. Чуть не опозарился. В это трудно поверить, что вот это вот в школьном учебнике. Смотрите. Видите? Как это вы на странице? Все настолько серьезно. Вот он, кстати, Сеченов. Вот он, у которого души нет. Хорошо быть гениальным ученым. Открыл, что души нет. Все. Восторженно принято. Содержание книги ясно. Приводило к выводам об отсутствии человека души. Ну вот что творится-то? Да если бы это правда было, это должно быть засекречено. Так засекречено, чтобы ни один ребенок в жизни не узнал, что у него нет души. Это, да ладно, правда, но ведь это же вранье чистейшее. От того, что лягушку потрогали током, у мертвой лягушки нога дернулась. Ах, вот и все, пожалуйста. Импульсить. Что я разошелся, не знаю. Ну и куда ты мне делаешь-то этот мальчик? А не всегда, когда я что-то хочу, и когда я волнуюсь, у меня кто-то начинает мешать. Кто-то начинает не мешать. Это вы не всегда так. Я, кстати, в жизни к этому привык. Столько интересных необъяснимых случаев по корову кожи. А, роль кожи в терморегуляции. Вот она, смотрите. Ничего не вору, не придумал. А теперь читаем. Мальчик, золотой мальчик, его покрасили. Это было шоу. Мальчик вскоре под шесть стал никому не нужен и был забыт. Я просадовод, все, ребята. Детей-то мы перестали красить. Всю ночь он провёл в холодном замке. Он сильно мёрз. Золотая краска, покрывшая тело, вызвала резкое расширение сосудов кожи. Сзади он потерял много тепла. Температура тела резко понизилась. Мальчик заболел, скорый умер. Долгое время никто не мог объяснить причину гибели ребёнка. Ребята, я просадоводствовал. Предполагали, что золотая краска нарушила потоотделение. Кстати, нарушила. Да. Деревья дышат и потеют. Ну, если кто не знает. Поступление в организм воздуха. Только значительно позже, в 19 веке, опыт, проделанный над двумя мужчинами, их чё, в кандалах красили? Какой дурак согласится. Вот. Это деревья беззащитные. Опыт, проделанный над двумя мужчинами, которых покрыли лаком, показал, что причина – нарушение терморегуляции организма. Ну, и дальше пошла кожа. Надо же это было всё так преподнести, чтобы потом нормальной биологией вот это вот было признано идиотизмом. Понимаете? Идиотизмом было принято. Чтобы вот эти дети дурью не маялись, потому что их родители заставили глупостями заниматься. Представляете? Как и какой пот обедить? Ведь если мальчик умер, а на что, вот это дерево радуется, что ли? Это только потребует этих торгашей. Им только продать. И вот они вот это всё придумали. А люди верят, верят, верят. Почему? У них всё гибнет, гибнет, гибнет. А сказать – остановитесь. Да там хоть про мальчика знают. А про деревья что? Ни члена не знают, что. Сейчас дерево мёрзнет на морозе. Мёрзнет, мёрзнет. Солнечные лучи отталкивают. И рядом же физика. В физике сказано. Можно было и в учебнике биологии сказать. Что вот физики, мол, доказали, что белый цвет отталкивает солнечные лучи, тёплые лучи. Оно мёрзнет. Вот понимаете, попробуйте представить, что оно мёрзнет. Как-то почувствовать это. Мне, чтобы совершать вот эти вот революции, а действительно революция, сотни примеров, мне достаточно школьного учебника биологии было. Ну не этого дебильного, а тот был получше. Там, в том учебнике, которым я в сельской школе. Вы знаете, что такое сельско-украинская школа? Западная Украина. Сразу после освобождения. Вот. Да и знали бы, какая там была дикость. Знали бы, какой образ жизни. Вот то, что я еще ломоносывал. Это ещё там было. Соломенная крыша. Школа. Чернилицы не наливайте. Как они? Не проливайте. Писать не могли. Замёрзшие чернила. По стенам висели эти керосиновые лампы. Вот всё освещение. В классе сидит первый класс. Ряд парт. И рядом, ну, класс, обыкновенная резьба. Один ряд. Первый класс, мой первый класс. Третий класс. Перехожу во второй класс. Уже во втором классе. Рядом следующая ряда. Четвероклассники сидят. Первый, третий, второй, четвёртый. Кстати, а ведь это получилось не случайно. Да и те, что думаете, когда учительница нам даёт задание и начинает что-то рассказывать третьекласснику. Я первокласснику. Что, у меня ушей не было в цели? Это тоже надо учитывать. Что есть люди, которые могут за год проглотить первоклассники третий, курс третьего класса. Второклассник мог проглотить курс четвёртого класса. Представляете? Вот это сельская школа. А там червячок, рисунок, затаскивает листик под землю. А в 21 веке, в 21 году эти идиотусы берут лопату по центральному телевидению, показывают. Всё, почву перекапывают. Сгребается всё еду, которое дерево. Вот это всё я посвятил того, что до будущего всё. А вдруг, а вот, вы знаете, если бы я ничего этого не сказал про искусственное строение Земли, про этот кембрийский взрыв, смысла жить нету, потому что сейчас это всё под запретом. Когда в Америке взял и школьный учитель, скандал был, школьный учитель сказал, что он дарил мне прав, не верит, и уволил. Я думаю, ну, свобода слова. Нет, там, где наука, там не свобода слова. Это самое, это как, сказать, орден, который закапсулировался, который к себе никого не пускает, который гладковоздуха нет. И что если бы вот этот вот, Рейков, по-моему, фамилия, ну, у меня есть этот фильм, специально создал, и прямо с экрана снял всё это, доказательства. Если бы он, ему хочется, уже видно было, ему хочется сказать правду, что в земле, в воде находятся эти самые, и она строится, находятся специальные эти силовые каркасы. Хочется, это я вначале лихорадка записывал за ним, телезр был включён, вот, а потом уже нашёл, нашёл эту передачу. Но если бы он написал, что это всё приобретает форму истины, и что детей надо переучивать, «Вылетел бы к чёртовой матери!» Я вначале убежался, почему он написал намеки? Ну, не знаете, чьи намеки. Вот. А потом понял, а у него выхода нет. Попробуй только скажи правду. Вылетишь, как пробка с подшампанского. А потом вот, дерево совершенно не признают. Делать, ну как можно в России вот это вот? А потом, ой, дерево болеет. Это вместо мата. Ну что, разобрались с этим?